Я традиционно на этой школе выступаю, не первый раз, не первый год, и Анатолий Владимирович и организаторы попросили меня рассказать об активных зубов в центре нашей галактики, и вчера у вас, Анатолий Михайлович, выступал в телепощупе, много уже об этом рассказал, поэтому я немножко расширил, так сказать, первую часть этой лекции, и вообще поговорим о сверхмассивных зубов ядерных галактики, как-то потом посмотрим и на нашу галактику еще, на центр влечного пути. Почему это интересно? Потому что черные дыры в центре галактики, они есть в каждой галактике, есть какой-то современный наблюдательный факт. Откуда они там взялись, это вопрос, который активно обсуждается, потому что они могли там образоваться с самого начала, а вокруг них там, так сказать, нагреблись звезды, ГАЗ, которые там образовали галактику, или наоборот, сначала образовалась галактика, в центре еще не было такой массивной черной дыры, а в ходе революции она вот там каким-то образом образовалась. Этот вопрос открыт, и вот завтра, колька Сианна-Сильченко будет у вас лекция про галактики, там может быть завтра этот вопрос будет обсуждаться. Но это вот такая живая совершенно наука, которая сейчас в настоящее время активно обсуждается. Ну вот, давайте немножко поговорим про активные ядра галактики Квазаров. Значит, вот такая первая галактика, которая была открыта с активным ядром, эта галактика называется Джерцер-4151, и вот посмотрите, ее здесь видно, у нее вот очень яркое такое звездообразное ядро, прям как сделано, что оно. Здесь, как бы, зенка шли со своей спиртком, и она сама галактика, спиральная мукова, но на самом деле ядро, вот это вот ядро светит, как все звезды, есть галактики, не взяты. То есть вот из этой области исходит излучение совокупно в таком же порядке, как и излучение всех звезд галактики. И такие галактики, вот, они были открыты, вот, круговые иконы, и потом стали открывать все больше и больше, и вот стало ясно, и по спектрам они выделялись, потому что там были видны очень широкие галактики излучения, свидетельствующие о том, что в центре идет очень мощное движение газа со скоростями тысячи километров в секунду. Это очень не характерно, потому что газ, скажем, галактика движется со скоростями скоростями десятки километров в секунду на десять тысячи. Значит, это свидетельствует о том, что, по виду, в центре находится очень большая концентрация массы. И современная точка зрения заключается в том, что вот эта концентрация массы, она не может быть ничем, кроме как сверхмассивной черной дырой с массами миллионов, там, миллиардов солнечных масс. В нашей галактике масса черной дырой, как вам Толь Михайлович рассказывал, это примерно четыре миллиона солнечных масс. Довольно скромные, поэтому, черная дыра. Вот. И вот другая сепетская галактика, тоже близкая, ее хорошо видно, она же Ц1068. Вот тут тоже есть дро галактики, но она немножко видна, как углом, не плашмя. Так, сколько я не собрали, так была практически плашмя, но здесь галактика чуть-чуть подвернута. И вот это вот яркое излучение, которое в Центрии, оно закрыто таким полируемтором, пылью, которая не пропускает артическое излучение. Поэтому, то есть мы видим, что наблюдение показывает, что существуют вот такие центральные компоненты, здесь есть газ, здесь есть пыль, то есть здесь огромное количество вещества, которые окружают и движутся это вещество с большой скоростью. Дальше мы увидим прямые наблюдения, которые в прошлой сенью были сделаны в Европейской Южной обсерватории, которые просто видят движение вещества со скоростью 30% от скорости света по кругу центра нашей галактики, по кругу черной боли. Важнейшая вещь, которая была потом уже открыта, когда радиоастрономия стала развиваться в 60-е годы, и были открыты квазары, здесь звездные источники, на самом деле это далекие ядра галактик, с небольшим красным освещением. Феномен Джеттер – это одна из ближайших, одна близкая к галактике М87, в центре скопления галактик, в которой мы с вами живем, 9. Вот видно, даже вот эта вот галактическая картинка с космического троскопа, этой птической галактики, вот из центра галактики вырывается, видите, такой вот узкий выброс. Этот выброс видим во всем диапазонах спектра, и он движением, здесь ультроэлектризмой частицы, движется со скоростями в порядке скорости света. Этот выброс, размер галактики – это, ну, там, примерно 50 сотен килопарсет, вот это вот, на сотен килопарсет, движется такой вот мощный выброс. И галактическая энергия частиц, которые в 50 мусоре, вот эта галактика, она гигантская, она сравнима с светимостью центрального бедра. То есть, есть какая-то машина, которая заставляет, которая, во-первых, производит гигантское количество энергии, а во-вторых, еще и запускает вот этот ультроэлективский джет. Вот как это происходит, сейчас мы с вами пытаемся посмотреть. Вот очень важно сказать, что вот современные наблюдения этих всех источников, они делаются с очень хорошим угловым разрешением. Вы знаете, что вот проблема углового разрешения в астрономии, она очень важна. Скажем, в оптике, если мы Земли наблюдаем, то вы, наверное, знаете, что нам лежит атмосфера, да? Потому что в атмосфере есть турбулентность, волновой фронт искажается, и вот если вы хоть раз в телескоп смотрели глазом, вы видите, как звезды там дрыгаются все время, потому что все время вот эти турбулентные движения воздуха в атмосфере искажают волновой фронт. Звезда вот так растут все время в том деревне. Особенно если в телескоп круг посмотреть, то есть просто вот такая плюшка там вот бегает, на самом деле две точки никогда, из-за того, что атмосфера искажает нам изображение. Можно, во-первых, за атмосферу вылететь, если у вас достаточное количество средств, и там его не будет, потому что там нет атмосферы. А можно посмотреть на все это дело в другом диапазоне спектра, например, в радиодиапазоне. Радиоволны, они проходят через атмосферу, они имеют большая длина волны, там, сантиметры, миллиметры, десятки сантиметров. Ну, во всяком случае, они не подвержены вот такому эффекту мощному, и турбулентность не так важна, она для них в земной атмосфере не важна, потому что в земной атмосфере не так много заряженных частиц, и для нейтральной среды прозрачны, и ничего там не происходит. Так вот, можно я формулу писать, да? Не боитесь формулы? Потому что каждая формула уменьшает количество слушателей на 10%. Значит, если мы писать 10 формул, то это будет 10. Вот. Ну, эта формула очень простая. Это вот угловое разрешение, если у вас есть трескоп с диаметром d, да? Например, глаз. Глаз — это тоже артический прибор, правда? Ну, сколько там там в темноте диаметра глаза? Ну, сантиметр. Ну, не в порядке сантиметра, да? А λ — это длины волны. И тогда угловое разрешение, то есть, из талии, которую вы можете видеть с помощью такого прибора, описывается вот такой простой формулой. λ — это длина волны, длина льна d. Значит, отсюда сразу немедленно следует, что угловое разрешение человеческого глаза порядка одной минуты дуги. Вот. Что такое минуты дуги? Луна — это сколько? Пол градусов, да? Ну, вот вы такие деталюшки уже не видите. Как будто мордочки чая-то нарисованы. Классно даже. Но когда вы берёте телескоп, у вас, естественно, угловое разрешение сильно уменьшается. И, казалось бы, увеличивая d, вы бесконечно уменьшаете угловое разрешение. Но это неправда. Почему? Потому что есть всякие вмешающие факторы, типа атмосферы недовольности. Но в радиоанной позоне это не так страшно. Итак, возьмём какой-нибудь хороший радио телескоп, 100 метров диаметром, Бонни, Кейсберг, или вот у нас, 64 метра, Калязин, телескоп Медвежьих озёр. В общем, эти тарелки... Есть самый большой телескоп сейчас в Китае. У него 500 метров размер диаметра. Вот. В любом случае, порядка сотен метров. Но если мы поставим длину волны сантиметра, ну, которая в радио диапазоне десятых сантиметров, то мы увидим, что, ну, мы получим разрешение порядка секунд дуги. То есть это разрешение примерно такое же, как в оптическом диапазоне. Но на самом деле радио телескоп чем хороши? Тем, что можно с помощью методов радиоинтерферонской методов радиоинтерференции, коррелируя сигналы, точно записывая сигналы с помощью хороших атомных часов, точно, в разных точках Земли. Вот здесь вот сеть, на северной американском комитете, телескопка изображена. Вообще говоря, можно брать практически, интерферировать с диаметами дуги. Мы получаем уже характерный размер. ТАНВ между телескопами, порядка тысяч километров. И, таким образом, угловое разрешение в тысячу раз лучше становится, чем в оптике. Поэтому мы все эти методовые радиоинтерферонки с помощью гемориальной методоферонки. И вот в одиннадцатом году запущен культик радиоастрон отечественный, который сейчас и благополучно летает. Он летает по очень вытянутой орбите вокруг Земли. И его точка апогея порядка с одиннадцати. У него восемь дней, по-моему, перед периодов вращения такой орбите. Вот. И вот в апогее она достигает такого гигантского значения. И когда угловое разрешение, если вы проводите конференцию с помощью этого космического радиоинтерферонки и телескопа, и телескоп на поверхности Земли, она уже становится колоссальной. Семьи по секунду. Это рекордное угловое разрешение, которое сейчас получается в радиоинтерферонах. И вот если посмотреть на джеты, которые вырываются с окрестностей центральных черных дыр, вот Голландская, 87, вот посмотрите, как она видна в радиоинтерферонах. Во-первых, в оптике мы видели там только один джет, а в радио мы видим, что есть как бы симметричная часть, но второго джета так не особо хорошо видно. Это не значит, что это нет, это реактивистический эффект. У вас джет есть и в одну сторону, и в другую, но из-за того, что он направлен немножко... То есть он не в плоскости, не в картинной плоскости лежит этот джет, он направлен немножко на наблюдателя. Тот, который на наблюдателя направлен на вес, он очень усиливается, а тот, который направлен от наблюдателя, он из-за элитирского эффекта сильно ослабляется, его почти не видно. Но рано или поздно эти джеты встречаются с внешней средой, там возникает ударная волна, и вы видите следы взаимодействия этих джетов. Здесь прекрасно видно, хотя второго джета почти не видно, это элитирский эффект. Вот. Но вот его структура. Смотрите, как видно. Видно, что вот либо другая галактика, вот эта с помощью радиоастроном получена. Галактика ЭДЖЦ 12.75, Центрископия Галактика Терсейева. Вот это ядро центральное, и вот эти театры частицы. Видно, что этот джетов как бы... Представляете, он как бы трубку такую, да? и внутри пустота. Когда мы видим, когда мы трубку такую смотрим, у нас больше всего излучение возникает от стены, вот эти стены, как же... Вот оно видно, как он коллинируется здесь, становится таким широким, и дальше эти индивические частицы взаимодействуют с внешним глазом. Классно. Вот, ну вот, можно посмотреть, эти были близкие галактики, все, совсем рядом с нами, десятки там, десятки, столько парсектов, что-нибудь такое. А можно посмотреть недалекие квазары, то есть источники больших красных замещений. Вот один из квазаров, понимаете, вископия Хаба, он видит, как звезда, как звёточка, потому что он в ней уменьшается, а в радиодиапазоне, посмотрите, какая у него прекрасная структура, вот видите, джет, второй джет, опять же, невинный, вископия Хаба. То есть мы видим, что этот феномен усовсеместный, вне зависимости от того, где галактика находится, вискли от нас, или вискли от нас, от активных, мощных, мощного свечения, которое расфиксируется с центром галактики, ещё и всегда, как правило, есть ли такие вот элитивисты джеты, в случае общего положения. Ну, два слов про как определить массу этого центрального ядра. Прямой метод, это так называемый метод экскортирования, по световому эху. если у вас что-то произошло в центре галактики, то свет пошёл, если он взаимодействовал с каким-то газом на каком-то расстоянии, то у вас возникает временная задержка, потому что свет распространяется с конечной скоростью. Да? Сколько скорость света? Помните? А? Да. 300 тысяч км в секунду. Правильно. Значит, значит, если у вас есть задержка в день, допустим, за день он пройдёт 300 тысяч километров, на одну ножку на 6 тысяч 400 секунд, и вы получите сколько свет пройдёт за один день. Вот этот прямой метод экскортирования, в частности, он был предложен в этом институте, Николай Геннадьевич кривым применён Николай Геннадьевичем Бочкарёвым, Николай Геннадьевичем Черепищуком. И вот его идея очень простая. Вот у вас есть игроволактики, где вот есть чёрная дыра, вокруг которой происходят какие-то мощные энергетические процессы. И вот есть область там, ну, здесь она условно физически выражена газа, который движется вокруг этой чёрной дыры, который производится таким вот широкими сёрными линиями. Ширина линии, она соответствует... почему же линия широкая? Потому что у вас есть движение газа в разуме управления, и в среднем у вас именно так усыряется. И вот вы понимаете просто спектр этого акции. Измеряете ширину вот этой широкого компонента, широкой область шеврирования линии. Вы видите, и проводится наблюдение непрерывным спектром, у вас всё тут всегда болтается, всё переменно, потому что эти процессы вазистационарные, нет ничего постоянного, всё как-то меняется. Вот у вас этот континуум, за временем здесь вот 150 дней, да, масштаб 50-150. Вот на масштабах десятков дней у вас как-то меняется этот континуум. А дальше вы смотрите, как меняются у вас вот эти вот линии. Там или всё, линии, которые возникают и здесь, а вот здесь. Вы видите, что эти линии тоже как-то меняются. Причём видно, что на глаз видно, что вот эта кривая очень похожа, но вот эта кривая немного продержана относительно. вот вот таким образом вы измерялись вот эту задержку временную, в которой есть просто размер вашего разделён на скорую свет. А после этого вы вспоминаете, что у вас же здесь какой-то здравоохранительный центр, какая-то масса есть, и характерные скорости, они, ну, грубо говоря, кептеровские скоростей или потеря материала просто пишется изменить в эту форму, вам уже скоро расписали здесь, но её как бы всегда приятно писать, потому что она проста, а на самом деле в ней очень много всякого смысла. Значит, мы говорим так, что характерная скорость V квадрат видно, да? не доспел. V квадрат она порядка да, она порядка G, M, где M, масса центрального тела, делённая на R, где R – расстояние до, ну, в общем, до этого самого места, где эти скорости у вас производятся. так. Значит, таким образом, измеряя квадрат с характерной скоростью, и зная расстояние по задержке, вы можете определить отсюда массу. Ну, тут вы можете написать фавтор порядка или нет лица и там чего-то, который же зависит от ориентации всей этой системы от структуры, санкстерической энергии, и так далее. Это же детали. Важно, что вы получаете возможность напрямую определить эту связь, эту массу. Центральную. И вот она оказывается миллионной, даже миллиардной столичности у нас. И вот другой метод, косвенный. Вот, смотрите, с одной стороны люди измеряют эту массу вот таким вот способом, потом строят разные корреляции. Откладывают вот эту массу, вот, смотрите, 10 миллионов, 10 миллионов, 100 миллионов, миллиард, 200 миллиардов. А здесь оказывается, оно очень хорошо коррелигирует с дисперсией с ферической составляющей баллов, так называемых, галактик, которые в косвенной галактике будут говорить. Значит, есть дисковая составляющая, есть сфероидальная составляющая баланса, как разница. И вот характерные скорости в этих самых составляющих сфероидальных барышев, их вот разброс скоростей, он очень здорово коррелирует с массой центральной черной дыры. Посмотрите, тут ритмический барштаб, но все равно четко очень бедна параллельская. Чем больше массы черной дыры, тем больше дисперсия скоростей. Ну и, как бы, вы скажете, ну это же естественно, потому что это есть следствие вот этого соотношения. Да? Масса и скорости, они как-то должны быть связаны, а размеры, они более маленькие. Они постоянно не сильно изменяются. Так что это естественное следствие. Но важно другое. Важно то, что измерить дисперсию гораздо проще, чем массу черной дыры. Поэтому те галактики, за которые мы примем методу массу черной дыры определить не можем, мы просто можем поверить дисперсию скорости, а потом ну а масса тогда будет вот такая, ошибок, которые связаны с разбросами точек вокруг этой зависимости. Понятно, да? Так вот делаем. Вот. Теперь можно построить еще одну зависимость, очень интересную. Здесь вот звездная величина, здесь логарит массы. Видно, что чем ярче звездные величины, более они отрицательны, тем ярче, да? Здесь абсолютная звездная величина, вот эта в ядра центральной точки, вот эта галактика, а здесь измеренная тем или иным способом масса черной дыры. И тоже есть корреляция. чем больше масса черной дыры, тем ярче светит галакция. И мы сейчас с вами увидим, почему этот факт Итак, значит, мы находимся сейчас вот на чем. В каждой галактике есть своя центральная массивная черная галактика. Некие факты, наблюдательные факты, которые уже установлены надежно. активность центральной черной дыры связана, но если бы она была там вакуумно находилась, то ее вообще было трудно увидеть, потому что она сама по себе, ну кроме планковых процессов не звучит, а планковые процессы для массивных черных дыров неинтересны. Они очень слабенькие. но если есть окружающий газ, этот газ падает на черную дыру, там возможны колоссальные энергонаделения, процессы называются акреции, о нем сейчас поговорим. А источником этого газа может быть или газ собственной галактики, или газ, который падает на галактику, тоже посмотрим, или газ, который возникает, когда мимо галактики пролетает мимо черной дыры пролетает звезда и приливные силы разрушают эту звезду. Это видно, мы видим эти процессы, красота, мы видим все процессы, мы видим падение газа на галактику, и как он питает центральную черную дыру, и мы видим, как звезды разрушаются, пролетая мимо странных черных дыров галактики. Давайте начнем с акреции. Значит, акреция – это падение вещества на тяготеющую центр. Латинское слово акреция означает «натягивать», то есть притягивает в тяготеющую центр газ, и этот газ начинает падать. Вы скажете, а вот на земле есть акреция или нет? Даже есть. Просто на земле, потому что не становилась акциональная атмосфера, но как бы что-то такое земля подтягивает, оно, если какие-то камешки попадают в дыраю атмосферу, ну, как таковую ответственность звездам газа на землю, она очень ничтожна, потому что масса земли не могла. А вот уже на большие объекты, типа звезд, звездной массы, солнечной и черной дыры, процесс оказывается очень эффективным. Вот он может сопровождаться огромным делением. и вот опять формулы немножко. Вот смотрите, вот если у нас есть центральная масса M, какая-то, падает милгаз. Сточником газа двойной системы, как может быть газ в соседней звезды. Если этот газ не в момент импульса, то есть он не может просто так упасть, потому что вы знаете, что весь закон хранения энергии какой-то хранения импульса. Если частицы обладают моменты импульса энергии, она будет вращаться вокруг тяготеющего центра в пакет и растормите. Не правда ли, да? Это было установлено кем? Исааку Мутон. Исааку Мутон своей замечательной книжкой, которая вышла в 1668 году. Впрочем, ему тогда было всего 25 лет. И он написал потрясающую книгу. Её интересно читать даже сегодня. эта книжка «Математическая основа натуральной философии». Она переведена на русский язык. Была академиком пилотом в 30-е годы нашего века. Она очень толстая. Даже в ней много чертежей, но в ней есть и формулы. Во-первых, Сааку Мутон придумал дифференциальные исчисления вместе с ледницей. Он применил его для того, чтобы показать, что закон всемирного тяготения позволяет нам описывать движения небесных тел, планетные движения вокруг комет, планетные движения вокруг Солнца, комет, движения комет и так далее. Очень хорошая книга. Вот. Так вот, у вас есть некая частица, у неё есть вот этот традиционный потенциал. Традиционный потенциал от тела n на расстоянии эферы это минус r на r. Значит, если эта частица попала на хепчерскую орбиту, то она уже здесь будет как-то время болтаться, потому что сохраняется энергия и инкурс в момент инкурса. Но если у нас есть какие-то силы, вот как-то, сатур, у нас там частицы болтаются на хепчерских орбитах практически нечестно не происходит. Но если у вас между соседними слоями здесь какая-то сила трения, а сила трения это что? Я руки труб, как видите руки, тепло почувствовать, это какая-то энергия ваша, механическая энергия движения ваших рук переходит в тепло, и всякие рецепторы там, вся биология, она чувствует тепло, которое выделяется. Значит, здесь то же самое, если есть трения между соседними слоями, начинает выделяться тепло. А что это означает? Тепло, оно уходит куда-то, а то же там, у нас, и частица, она начинает терять энергию, и также, при взаимодействии вот такого трения, у нее начинает теряться момент инкурса. Это означает, что если есть трения, то эта частица начнет двигаться не по тем, а вот постепенно будет надежаться, так вот такой, туго-туго-туго-туго закрученной спирали, она начнет падать, и загоняющий центр. Ну, например, спутник, не садитесь в него, который попадает в атмосферу, он довольно быстро в ней сгорает и падает на Землю. Правильно? Почему? Потому что уже если вы на этой атмосфере летаете, как на МКС, они болкаются там, и нечестно, не практически, а если вы в плотную атмосферу войдете, то есть затрение у вас энергии в момент инкурса перестанет сохраняться, и не входить. Вот. Здесь то же самое. Но при этом выделяется энергия. Какая энергия выделяется? Ну, очень просто. То есть, если я возьму и уроню вот этот метод, да, на стол, какая энергия выделяется при падении? Ну, не сказать, очень просто. Разве потенциалы здесь и здесь. Вот. Примерно то же самое по истории здесь. Надо взять потенциал здесь, потенциал внести чёрный грейм. Где, о чём нам нравится сказать, имеет очень глубокую потенциальную яму. Чем хороши компактные объекты? Тем, что к ним можно очень близко подойти, и очень большой, глубокую потенциальную яму попасть. И тогда выделяемая энергия генетическая, ну, она в потенциале в два раза меньше, чем потенциальная. И она выделяется в процессе вот этого движения, в процессе торможения, она выделяется от сих пор. И, таким образом, мы получаем очень простую формулу, что количество энергии выделяемое на единицу времени при таком процессе, это будет количество частиц, которые падают в единицу времени на вот этот вот разный потенциал. Но, поскольку потенциал здесь очень здесь стоит радиус знаменателей, поэтому потенциал здесь почти не важен, а здесь он важен, то он все будет определяться потенциалом на внутренней границе. Понятно? Правильно? И вот получается такая красивая формула. Количество грамм в секунду умноженное на потенциал на внутренней границе вот этого диска. Вот. А черные дыры обладают увиденным свойствам. Анатолий Николаевич может с вами говорить, но я вам еще раз напомню, что вот если вокруг ньютоновской физики, вокруг тяготеющего центра вы можете летать на кеппе и раскорбить сколько угодно близко к тяготеющему центру, у вас нет никакой причины, по которой вы не могли бы летать на любом расстоянии. Если не тот точечный тяготеющий центр, то вы можете летать на эту орбиту, вы можете летать на этой орбите, вы можете летать на любой орбите, сколько угодно близко к тяготеющему центру. Скорость будет, естественно, увеличиваться, поскольку скорость Кеплеровская – это корень квадратный gm делить на метр. Это скорость трудового движения в периодичной церкви. Значит, если мы будем рассматривать уже задачу более аккуратно и смотреть движения вокруг не в ньютоновской физики, а в электрической теории, то окажется, что у нас есть предельная орбита вокруг затеющего центра массы, круговая, она называется ИСКО, по-английски. И мы можем встретить эту работу. Самая последняя устойчивая стабильная орбита. Что это означает? Что вы движетесь по этой орбите, всё хорошо, по этой орбите всё хорошо, но она пределенная в том смысле, что малое возмущение свалит в 2-6 ступни, и он спиралит, пойдёт в чёрную дыру. Поэтому всё, что вся эта система работает до последней устойчивой стабильной орбиты. А дальше частицы просто падают в чёрную дыру и проглатываются, уходят в интервью зон людьми. Вот. И вот этот радиус для чёрной дыры, ИСКО, да, это примерно 3, ну, примерно, для шлашинской чёрной точки. 3RG. 2RG – это формула 2GM на С квадрат, это регуляционный радиус, полный трезон, где шлашинка, когда не вращается в чёрную дыру. Если чёрная дыра вращается, то подойти бы мы ближе. И в центре у вас эта орбита уменьшается. Что это означает? Что если вы бросаете вещество на вращающуюся чёрную дыру, то у вас эффективность энерго выделения будет больше. Это важно. Вот. Ну и если вы подставите вот в эту формулу, в ролике, смотрите, 3RG, вот это вот, ну, вы получите здесь иный коэффициент, вы видите, порядка одной десятой. Для вращающей чёрной дыры он вообще всего 2%. А здесь будет стоять только DmVT, то есть сколько вы грамм в секунду бросаете на С квадрат. Смотрите, светимость, которая выделяется в этой системе, она не зависит вообще от массы. Она определяет тем, как много частиц бросает чёрную дыру. И не зависит от массы. А она зависит только от её вращения. Вот это 6% — это вот здесь не вращающаяся, и 42% — это вращающаяся чёрная дыра, вращающаяся керамика. Массы нет в этой формулы. Она пропала, поскольку равен, что P — это 3RG, а самый RG — это признание массы. Масса в частности примерно сократилась. Понятно. Вот как. Интересно. Тогда вы скажете, как же так? Тогда всё будет определяться не массой, а тем, как я бросаю частицы, как они попадают в чёрную дыру, как же тогда с наблюдаемой зависимостью от массы будет, откуда она взялась? Мы сейчас дальше об этом поговорим. И вот акреция является источником энергии вот в таких зверях, как венгеновские двойные системы в нашей галактике, их порядка несколько сотен штук. В центре может быть и тёная звезда, о которой Сергей Борисович говорил, или чёрная дыра. Но если есть акционный диск, то будет определяться большая энергия, связанная с этим процессом энергии. Вот. Ну, конечно, здесь сразу же возникают ограничения. Вот я не могу кидать в чёрную дыру сколько угодно вещества. Давайте вот будем обитать, да, м с точкой вот эту грамм в секунду, увеличивать, увеличивать, и она будет получать огромную-огромную энергию. Как здорово. Ничего подобного. Дело в том, что когда у вас падают на сигадеющий центр частицы, изделяются электромагнитами энергией, эта энергия, эти фотоны, электромагнитное излучение, оно начинает, возникает сила радиационного давления, сила давления света, да, зная, что свет оказывает давление. Почему? Потому что свет ещё в момент импульса, потом, если он повлощается, он этот импульс передаёт какому-то телу. Правда? И если мощность излучения большая, то и возникает большое давление света. Лебедев Николаевич, который сидит на ступених физфака, именем которого у нас в физическом архитектуре, чем Лебедева академия науки, здесь находится в Москве, вот он первый, один из первых, проводил опыт при произведении давления света. И вот возникает интересная вещь. Значит, чем больше света выделяется, тем больше радиационное давление. Но у вас есть ещё и притяжение, правда ли? Вот когда эти силы равновешиваются друг к другу, вы получаете некую критическую мощность излучения, которая называется эндингтоновский предел, которая доступна при ответственности. Ну, посмотрим. Опять, несколько форм очень простых. Значит, если у вас источник мощности L на расстоянии R, то поток энергии, это надо взять, эту мощность и распределить по всей сфере. Сфера четырех лет в квадрат. Это будет количество энергии R в секунду за сантиметр. Это будет количество энергии проходящей из квадратных сантиметров за секунду. Теперь, поскольку энергия и импульс у потона, связывающие горшим соотношением, E равняется Bc для потона, E равняется Bc для B-импульса. Это соотношение вентильское для любой безмассовой частицы, а потом для безмассовой частицы. Но мы видим, что импульс этой энергии делит на скорость света. Значит, если я выделю поток энергии на скорость света, я выключу поток импульса, то есть количество импульса, которое пересекает площадку единицу времени. А что такое? Теперь, если я возьму площадочку с сечением сигма, сколько? К квадратных сантиметров. То я получу количество импульсов, перехватываемое за единицу времени этой площадочкой. Правда? А в школе нам говорят, что изменение импульса в единицу времени называется силой. Значит, это и есть сила давления света, которая действует на эту площадочку. Что это за площадочка? Возьмем электрон. Вот размер, который надо подставить, чтобы посчитать давление света на один электрон, получается 6,6 на 10 минус 25 степень квадратных сантиметров. Представляете, какой маленький площадочка? Да? И вот фотоны взаимодействуют с электронами, они как бы давят на них. А электроны, они же не могут просто так быть. Они же обязательно должны иметь себе какую-то положительную частицу, чтобы всё было электрометрально в целом. Протоны. И они начинают кулоновским образом взаимодействовать с протонами. А гравитация действует на такие частицы, на более тяжёлые частицы, на протоны. И поэтому у вас случаются интересные ситуации. С одной стороны, на электроны дают силы сигналового давления, протоны притягиваются с цегоферичным центром, но из-за кулоновского взаимодействия эти силы связаны между собой. И поэтому условие того, чтобы обреться успешно, заключается в том, чтобы сила радиационного давления была меньше или равна силе радиационного давления. Но если я возьму равенство этой формы, то я, подставив всё-всё-всё туда, получу красивую очень формулу, которую впервые вывел серп Стэнли-Актер Эддингтон в 20-е годы. Она называется Эдингтон в светиле светимости. Эдингтон в светиле светимости электромагнитная. Обратите внимание, зависит только от равнеспостоянных g, массы, протоны, сигма, концом, сэр. Она есть комбинация. Это квадрат к классическому радиусу электрона. Это сечение зависит от заряда электрона, скорости света и массы электронов. И это число огромное, 10 в 38 секунды, до равной массы Солнца. Какая сетель из Солнца, кто помнит? Солнце светит почти на пять порядков, на сто тысяч раз почти слабее, чем вот это число. Это означает, что давление света почти не крайне никакой доли Солнца. То есть потоны, которые звучат из Солнца на них, но они не сдувают, грубо говоря, атмосферу. В массивных звёздах это не так. В массивных звёздах такой мощный идёт поток излучения, что атмосфера просто сдувается из свет в свет, поэтому мощнейшим наблюдается истечение, так называемый, звёздный ветер атмосферного звёздка. Так. Ну вот, возвращаясь к этим самым активным ядром галактического фазара. Значит, они все такие... Вот эти красивые джепы, посмотрите, в радиоапазоне, центральные. Вот это ближайшее к нам активное ядро, галактическое центавр А, вот звездные джепы, вот сама галактическая аминь. В общем, у них у всех вот эта светимость центрального джепы, если подставить предыдущую формулу, то вы увидите, что она чуть меньше джептонского предела. То есть мы знаем из наблюдения светимость, мы знаем из наблюдения массу чёрной дыры, и смотрим, что мы получаем, видим, что действительно эта формула работает. Там аккреция, она находится вблизи джептонского предела, и никогда её не повышает. Потому что если повышение джептонского предела останавливает, то вы не можете кидать больше, потому что давление света будет просто разбрасывать вклады вещества. Понятно? Поэтому у вас есть зависимость между светимостью и массой чёрной дыры. Это просто вот эта формула. Вот. И таким образом появляется вот такая схема, унифицированная активных ядер галактик, которая заключается в том, что у вас есть сперкмассивный чёрный дыры, вокруг её вкладывает вещество, в диске, где выделяется огромная энергия, на краях имеющая вещество холодное, есть такой болевой публик торн, и вырывается вот такой джепт с центра. Мы до сих пор пока говорили про аккрецию, мы говорили вот об этом диске, который вокруг чёрной дыры вращается и выделяется энергией. Откуда берётся здесь джептонский джептонский, который движется, измерение показывает, что его скорость, это ультраэлективическое течение, то есть Лорен-Сфалтер, это частица, это объём 10, 10, 20, 30 бывает. То есть эта скорость равна скорости света с огромной точностью. Их можно запустить двумя физическими механизмами, оставшиеся несколько минут, я вам вам расскажу. Первый механизм – это вот этот сам диск. В нём могут быть магнитные поля. Вот это, когда есть магнитные поля в этом диске, то у вас просто возникают процессы, магнитные какие-то динамические довольно сложные, которые позволяют спускать эти джеты из дисков. Мы это видим в молодых звёздах. Там нет никаких чёрных дыр, а просто молодая звезда, только что сформировалась. Вот мы увидим из них вот такие джеты, которые возникают именно из того, что есть вокруг них дискообразные оболочки и магнитные поля. И спускаются вот такие джеты. Но они, правда, не ультралентивистские, а супалентивистские. Но тем не менее. То есть процесс связан с чисто магнитно-гидродинамическим эффектом. И есть процесс, который сугубо связан со спецификой чёрной дыры, и он называется процент Глендер, который не знает. Он очень интересен и очень красив. При этом в процессе выделяется энергия вращения чёрной дыры. Если чёрная дыра не вращается, то этот процесс не работает. А вот если она быстро вращается, то возникает вот такая интересная возможность. В чём эта возможность заключается? Вот смотрите, вот у вас есть магнитное поле. Вот это магнитное поле из-за того, что у вас вблизи чёрной дыры вращающейся, пространство-время тоже начинает подворачиваться, у вас вот эти слова-лини начинают вот так вот закручиваться. И со временем, вместо того, чтобы влезть в такое всевалую дыры, вы начинаете её запутывать, и возникает вот такая вот спираль, закрученная магнитное поле. И как раз джин спускается вот в эту бухогрель. Почему это происходит? Происходит и вы выключено. Дело в том, что когда у вас есть вот такое закрученное спиральное магнитное поле, и если у вас есть какая-то плазма вокруг, то эта плазма... Плазма — это заряженная и положительная для официальной заряженной частицы. Да, в частности, это плазма. Она может двигаться только, ну, практически, вдоль своего округа. То есть плазма начинает двигаться вдоль вот этих закрученных вот таких вот линий. А что такое движение заряженных частиц? Движение заряженных частиц как называется? Электрический ток, правильно. Значит, у вас возник электрический ток, который течёт вдоль вот этих вот подкривых линий. Посмотрите, что. У вас слабые линии магнитного поля, они обязаны быть либо замкнутыми, да? Как вот, если у вас есть ток, то у вас такие... Какой оптик такие показывает? Смотрите. Они либо такими окружностями, либо концентрическими вокруг силовой линии, или они могут уходить на бесконечность. Это особенно из-за аналитического поля. Так вот, эти вот слабые линии могут вообще уходить на бесконечность, но между соседними слабыми линиями у вас есть некая возможность плазме перескакивать с одной линией на другую. Почему? Потому что среда обладает конечной проводимостью, правильно? Значит, вот если у вас есть два тока, ток идёт, и у вас может осуществиться то, что называется электрический прогноз, ну, просто из-за того, что есть конечная проводимость. Даже если у вас есть вакуум, всё равно есть некое сопротивление вакуума, оно равно 376 Ом. Есть пустое пространство, сопротивление пустое пространство и системы путешествия. И таким образом у вас возникает возможность сделать этот замкнутый ток вблизи чёрной, вращающейся чёрной дырой. А что это означает? Это означает, что у вас есть вот такая эквивалентная схема. У вас есть источник ЭДС, вот течёт ток, и у вас есть некое сопротивление Z. Z0 давайте потом начнем. Вот здесь на этом сопротивлении Z0 выделяется энергией цепи. Ну, можете лампочку туда расстрелить. Ну, что хотите? Как вы? Ну, рисовали такие токтины? Да? Отлично. Значит, что мы можем написать? Мы можем написать ещё простые формулы. Если у нас есть здесь источник ЭДС, то выделяемая мощность В, она будет равна квадрату ЭДС, делёнными с током вблизи. Правда? Ну, мы можем через токи записать, а если у нас внутри есть ЭДС, то сразу пишется вот эту формулу. Так. Для замкнутого контура. Давайте применим эту формулу в чёрном плее. Это очень просто. Как? Давайте посчитаем ЭДС, который работает в этом контуре, который появляется. Это сделается очень удобно. Вот у вас есть некий магнитный поток через небную поверхность. С. Тогда поток магнитного поля – это будет В, умноженное на С. С площадь. Давайте эту площадь возьмём равной квадратному квадрационному радиусу. Значит, это будет порядка В, R, G квадратный. И тогда ЭДС. За счёт чего возникает ЭДС в таких задачах? За счёт того, что у вас или контур меняется, или он движется в магнитный поле? Как работают электродвейцы, вы знаете, да? Ротор, стартер, шушенский герс и всё такое. Значит, пишем, ЭДС равняется минус Дельта Фи на Дельта Т. Изменение потока магнитного через контур со временем даёт ЭДС. Минус – это, как правило, Ленса, если вы знаете, да? Это препятствия. Ток обрабатывается такой, что он препятствует изменению магнитного потока вашего клона. И поэтому Дельта Минус стоит. Но оно для нас сейчас совершенно не важно. Теперь, смотрите, пишем так. Минус. Я буду записать изменение потока. Это сам поток на характерное время. Характерное время – это Омега. Омега – это частота вращения ничего не бывает. Значит, я сразу включаю форму. Благодарю, кто знает, как. Значит, всё так просто, но есть числены в центре. Чтобы их посчитать, надо написать эти метрики. Но с точностью до фактора некоторого мы получаем правильный ответ. Значит, что мы получаем? Мы получаем, что мощность, которая выделяется в таком вот контуре, если есть чёрная дыра, вращающаяся в магнитной доле, это будет порядка Омега квадрат Фи квадрат делить на Z0. Ну, а Z0, оно через скорый свет там подражается. Получаем, представляете, сюда получим Омега RG, я так запишу, на C квадрате, B квадрат RG квадрат F0. И это имеет размерность R в секунду. То есть мощность ватки, да? Смотрите, она пропорциональна квадрату магнитного поля, которое разряжает чёрную улицу. Эта величина, этот фактор в порядке единицы. Почему он в порядке единиц? Потому что Омега на R это примерно скорость. Да? Это скорость. А предельный вращающийся в чёрную дыра Омега на RG дает вам C. Этот фактор в порядке единицы. И отдаётся вот этот замечательный фактор. Значит, видно, что он пропорционален квадрату поля, квадрату массы, чёрную дыра, и всё. Ну и, если число подставить, под семинарием можно такую задачку решить. Кстати, я всё сделал. Вот. Получаем такой замечательный ответ. Поставим сюда число, характерное. 10 в 4 гаус. У меня сейчас нет времени. Вот такой глоб отставить. Градус Шварцшильда для массы Солнца – это 3 километра. 3 на 10 в 5. Вот подставим чёрную дыру с массой там, или несколько миллионов солнечных масс, мы получим 10-14 сантиметров. Подставим в эту форму 10-14 сантиметров. Значит, 10-14 в квадрате – это сколько было? 10-28, да? Скорость света – это 3 на 10 в 10 – это, значит, 10 в 28, 10 в 38, 3 на 10 в 38. И ещё, здесь ещё 8 порядков до поля. Это квадрат. Это фактор порядка единицы. Получаем 10 в 45 секунду. Что такое 10 в 45 секунду? Это энергия, которая в 10-12 степени раз больше, чем светимость Солнца. Это светимость всей Галактики. Что мы увидели? Вы увидели потрясающую вещь, что сверхмассивная чёрная дыра, окружённая вот таким диском на внутреннем поле, способна выделять вот такую гигантскую мощность в джете. Вот в этом джете. А если мы посмотрим на светимость аффекционного диска, мы видим, что она тоже сопоставимая видность в дыру. То есть эти числа не исключаются, не подравятся. То есть аффекционные мощности и мощные джеты, они оказываются в этом порядке. Так, пора закругляться. Да, ну вот падение газа. Ну вот что питает? Я не успеваю вам до конца рассказать, не знаю. Вот галактика М87, вот её оранжевый джет видит. А вот падающий на нью-газовый джет видит. Видно, как он падает вот, попадает в этот аффекционный диск, и дальше в радиоанжевый джет видит. Питание газа, оно может быть или вот внешняя подпитка, внешний газ в падающей галактике. Ну или вот приливное нарушение звёзд, о котором я буквально пару слов скажу. Когда звезда падает мимо чёрной дыры, приливные силы её начинают разрушать. И на короткое время образуется, ну как, на нескольких десятках, на порядке года там, образуется аффекционный диск, вот это с как массивной чёрной дыры. И даже если эта чёрная дыра, как в случае нашей галактики, была спокойная, и она неактивная, там нет никакого мощного процесса, то на короткое время возникает возможность выделения огромной энергии при разрыве звезды. И таких объектов, таких источников, сейчас не источников, а таких событий транзиентных, связанных с приливным разрушением звёзд, известны уже больше сотни сейчас. Мы их наблюдаем. Вот, наблюдаем мы их в рентгенском диапазоне, когда вылетает звезда, вдруг неожиданно из центра галактики начинают расти рентгенские включения, и вот часть, половина звезда выбрасывает, половина звезда захватывается на этой чёрной дыры, образуется аффекционный диск, и этот аффекционный диск светит примерно несколько десятков дней. У него светимость, что очень важно, она на полную вспадает днями и времени объяснять, это очень красивое объяснение, почему это так. Вот, смотрите, что мы видим. Вот прямая блеска в рентгенском диапазоне от таких приливных разрушений звёзд. Вот они. Здесь, ну, видите, порядка года, здесь в алгоритме в тысячу раз падает поток, вот по такому-такому диапазоне от приливных разрушений звёзд. Ну и вот самые последние слайды. На Европейской южной обсерватории, где стоят 4-м телескопа, они объединены в один интерферометр. То есть они могут работать эффективно, как один телескоп, потому что травмируют этот сигнал, когда они одновременно наблюдают за этим объектом. И вот этот прибор гравити, он привлекал аккрецию газа на сверхмассивную чёрную дыру, сегетарию газа в звёздочках в церкви Мечном пути, и увидел движение газа вокруг этой чёрной дыры со скоростью 30% от скорости света. А это как раз та скорость, которая соответствует скорости на последнюю точечевой орбите, о которой я говорил. То есть газ не может... Дальше он сваливается чёрной дырой, а вот здесь потом он ещё крутится, его ещё видно. И вот осенью они всё дело наблюдали, они впервые увидели движение газа вокруг чёрной дыры, здесь она, наверное, чёрным дырожком изображена для публики. И вот за последнюю орбиту устойчивое мы увидели, как этот газ движется. Что было видно? Вот пристики этого наблюдения... Посмотрите, лучше здесь смотреть. Они наблюдают разные дни и видели, как постепенно вообще вспышка такая, она перемещается вокруг вот крестика фиолетового, который есть в центре свидания шанса и выношки, здесь чёрного не прошло. Вот это есть как раз вот это вот наблюдение, а сложные линии это как теоретически должно вести себя положение вот этой вспышки на небе, если она находится на последней точке орбите. и всё это блестящие подтвердения. Ну вот, поэтому я заканчиваю этот рассказ. Во-первых, я подчёркиваю, что чёрные дыры, которые в тёх галактиках, они являются очень интересными объектами, важными. Потому что там мы создаем процессы, связанные с сильной гравитацией. Вчера Анатолий Михайлович вам рассказывал про тени, вот ещё в интернете и так далее. Вот есть движение газа, которое непосредственно измеряемо сейчас. И оно как раз полностью подтверждает наше представление о том, как устроены центры галактики, в частности наши галактики. И вот если газа много и активность всегда большая, то возникают вот такие замечательные явления, как квазары, ядактивные галактики, из них вырываются мощные джеты. И о некоторых возможных механизмах, которые питают эти джеты, я попытался вам это рассказать. Всего вам большое спасибо. Может, чёрные дыры в центре галактики, ассоциация на галактиках? Нет, конечно, нет. Значит, вы понимаете, это стеклятейший центр творчества. А вот Солнце и вокруг него двигаются планеты. Вот так же вокруг чёрной дыры… Давайте окину. Вокруг чёрной дыры мы видим движение звёзд. Посмотрите, это просто движение звёзд в пакетную орбиту. Сейчас я вам покажу. Просто звёзды движутся вокруг тяготейшего центра. Она никого никуда не засасывает. Она не может этого сделать просто потому, что все эти объекты, газ, звёзды, они движутся… Она засасывает только тогда, когда у вас есть возможность 10-й энергии, когда эти частицы начинают постепенно приближаться. Вот вы сейчас посмотрите, как движутся звёзды обычные вокруг центра галактики. Ну, это же энкальмед. Ну, вы смотрите, вот… Это зимой эфир, да? Значит, вот звёзды. Эти звёзды – это не картинка, это наблюдение. И движение этих звёзд – это реальные наблюдения, которые на протяжении последних 20 лет были сделаны вокруг центра галактики. Посмотрите, они все движутся вокруг этой точки. И они все движутся по кем-то с ним орбитам. И вот эти орбиты здесь синим, они никуда не падают в чёрную дыры. Они просто движутся, как планеты, как Солнце. Они движутся по юридическим орбитам. Посмотрите. Это реальные звёзды, которые реально наблюдаются. Пролетают – нема. Вот это их центры, а пациенты – это зрители. И они просто движутся, чтобы быть чёрной дыры. Она никого-нибудь никуда не засасывает. По округе у неё происходит такое движение, как по округе у Бога в Триотечнице. Я просто дополню, что масса чёрной дыры предоставляет только в углу двоя. Четыре миллиона. Одну тысячу. А потом это же массы-то галактики-то все, конечно. В 10-10, 10-10. Поэтому чёрная дыра чувствует объём, ну, нескольких, там, радиусов несколько сотен. Все дальше звёзды даже не знают, потому что чёрная дыра все это и есть. Да. Вот размер один световой тень, посмотрите. А звёзды пролетают даже размером выше, чем один световой тень. И вот подвижение этих звёзд, кстати, эта масса будет была измерена. Вопрос по-моему. А какие у нас ещё типы чёрной дыры? Чёрные дыры, как это, чёрные дыры бывают трёх типов. Не вращающийся, вращающийся и ещё чёрные дыры с электрическим зарядом. А чёрные дыры с электрическим зарядом, они здесь не очень интересны, потому что если у вас есть плазма, то есть свободный заряд, они мгновенно укоротят. Компенсируют, заряд по этому в природе на инновационарных идущихся. Хотя можно придумать такой процесс, когда они на короткое время идут. Что? Вот есть сверхность. А, ну это нет. Ну, виды, в том смысле, что это мы просто по массе их траншируем. В принципе, их масса может быть отдельно. Любая. Любая. А 10 минус 33 грамм от плановской массы? Ну, конечно. Это любая. Любую массу можно сжать. Вот, чтобы сжать землю в чёрную дыру, надо сжать этот размер примерно на 1 сантиметр. Граф раков в чёрную дыру, чтобы он ввести успечный коровоз. Да. Томат. Ещё вопросы, пожалуйста. Ну, понятно, совращающееся. Почему операционный диск именно в такой, почему джаз именно в такую сторону? А почему стационарный именно диск именно так? В смысле диск, ну, диск, ну, вот у вас есть момент дыру, это шведка, правда? В вас частица, плоскость орбиты, и в момент дыру, он в интегуляторной плоскости орбиты. Правда? Потому что треугольное произведение скорость на радиус векса. А он сохраняется, и у вас поэтому диск. Как вы задали момент дыру, так диск будет вращаться в чёрную цель. А джек всегда предпредкулярит диск. Может быть такое, что частица начнет вращаться не по диску? Нет, 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 нет. Значит, если вы, посмотрите, ещё раз. Вот вы бросаете частицу, у неё есть момент дыру, вот она описывает мету орбиту. Теперь вы бросаете частицу с другим моментом дыру, она будет описывать другую орбиту. Но если эти частицы взаимодействуют, если между ними есть речь, там ещё что-то, то у них в среднем всё выравнивается в какое-то среднем направлении. Поэтому этот диск всегда имеет какое-то одно. Хотя он может быть самый разный. Я могу пояснить. Вот если у вас есть сжимающееся какое-то облако, любая среда, если она не вращается, но пока там не остановят его какие-нибудь другие силы, А если есть вращение, то тогда будет система сплющиваться. Потому что есть закон сохранения момента ритуса, из-за чего раскручивается быстро, вращая сжимающиеся объекты. То есть у нас будет вращение, не даёт сжаться к центру, но спокойно позволяет сжиматься в перпендикулярном направлении, потому что там требуется вращение неостанавливаемого сжатия. Поэтому любая система, которая теряет энергию в процессе сжатия, она будет стараться стремиться образовать вращающуюся диск. Это касается и Солнечной системы, и колец Сатурна, и дисков Галактик. Все диски говорят о том, чтобы было сжатие с потерей энергии и вращение. А при сферической аккреции как будет учиться механизм на определение? Или она должна будет проходить в диске? Что-что-что? Вы говорили про дисковую аккрецию. Если сферическая аккреция... Эффективность гораздо меньше, потому что вам нужно придумать механизм энерговыделения при падении частиц на текотящий центр. Если это просто хаотическое движение частиц, то оно окажется очень слабо-эффективным. Тогда источник будет тусклым. Тусклый, его не видно. А вот если из вращения, тогда возникает диск, а в диске вам можно сделать тугулетность. Почему? Это как аккумулятор энергии, как аккумулятор. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На такой сюжетку.